Впрочем, как показывает практика, в городе Черкесске немало не только борцов с амброзией, но и достаточно флористов-клептоманов. Если первые прилагают усилия, чтобы очистить окружающую среду и получают за это награды, то вторые не приносят никакой пользы, а только портят созданную на городских улицах красоту. Так, на минувшей неделе некоторые неизвестные опустошили содержимое 16 кашпо, расположенных на ограждениях разделительной полосы по улице Октябрьской города Черкеска. Это уже не первый подобный случай, что примечательно цветы воруют в основном на данном участке, несмотря на то, что вазоны установлены вдоль всей дороги по улице Октябрьской. Сотрудники мэрии города предполагают, что кто-то из местных жителей решил на своем приусадебном участке создать райский сад и регулярно наведывается сюда за цветами. Меры к розыску цветочных клептоманов уже приняты. На этот раз сотрудники мэрии Черкеска обратились в правоохранительные органы с заявлением. Специалисты зеленостроя, они каждые два дня практически поливают эти вазоны цветами и вот они увидели пропажу. Но вообще до этого еще был такой случай, 14 числа тоже была аналогичная ситуация. Мы досаживали какое-то количество там, по-моему, в пределах 100 штук, досаживали цветы. И опять на том же месте и в то же время, получается, украины были эти саженцы. Это уже третий раз за этот год. В этом году, как и никогда, очень красивые цветы, очень красивые вазоны. И мы подобрали такие интересные ампельные растения, которые и стоят, в принципе, недешево. И как-то старались для людей, но никак не думали, что будет такое дело происходить. И у нас еще самый такой бум – это площадь Чернобыльцев, то есть буливар Чернобыльцев. Там постоянно воруют. Я подозреваю, что это одни и те же люди. В наших выпусках мы не раз рассказывали о подобных актах вандализма. Ухоженные городские клумбы зачастую быстро линдеют. И вовсе не потому, что за ними плохо ухаживают. Причем, как не раз убеждалась наша съемочная группа, у воров не только особая любовь к цветам. Некоторые даже умудряются выкапывать саженцы деревьев. Очень хотелось бы обратиться к жителям города, чтобы, если они увидят такие факты, чтобы хотя бы сообщали или нам, или правоохранительные органы. Потому что я считаю, что нужно наказывать за такие деяния.